Ну, Оля Харлан, она заслужила и заработала эту паузу. Оля Харлан – это отдельный разговор. Остальные девочки, пауза – это у них сентябрь, максимум полоктября, потому что в конце октября уже начинаются этапы Кубка Мира у них. Два этапа в этом году в Америке и в Мексике, если я не ошибаюсь, два этапа Кубка Мира до конца года. Поэтому сезон уже начался, к сезону нужно уже готовиться. Шпажная команда завтра заезжает уже на первый сбор. Это те люди, которые были четвертыми на Олимпийских играх. У них где-то не полный месяц побыли дома без фехтования. У них сезон чуть раньше начинается, поэтому уже с завтрашнего дня сбор. Ну, вообще нельзя говорить, что кто-то кого-то может заменить. Нет такого. Вместо Оли Харлан будем пробовать других людей. Пока Оля Харлан будет отдыхать. Пока она отдыхает, будем пробовать других людей. Костяк команды все равно остается. Будем молодых подключать, чтобы в октябре уже начнется первый подготовительный сбор. И в конце октября, в начале ноября выезд в Мексику на этап Кубка Мира лично командный. И, пардон, на выезд во Францию, в Орлеан в конце октября, начало ноября. А в конце ноября уже выезд в Мексику на Гран-при. Это два этапа конкретно у девочек какие должны быть. Но там есть еще этапы у мужской шпаги, у женской шпаги, у сабли. Поэтому практически сезон уже начался, работа уже началась. У нас есть перспективные юниоры, которые вышли из юниорского возраста. Это мужской шпажной команды. Есть трое ребят, которые на сегодняшний день уже в 32 на этапах Кубка Мира были. Третье место заняли на молодежном чемпионате Европы. Вторыми были на Европе. Это есть ребята молодые. Просто нужно на них обращать внимание, выделять финансы, терпеть, ждать и надеяться. Не бывает так, чтобы молодой пришел и сразу стал первым или попал в призера. Расти им надо. Им надо с кем-то работать. Я вам скажу, что противостоять, пусть они думают, как нам противостоять. Потому что, ну если так смотреть, мы и выигрываем, и проигрываем им. Ну да, получается, если в феврале месяце на Кубке Мира мы их обыграли, то на Олимпиаде они нас обыграли. Ну немножко, немножко да. Вот на таких форумах, на крупных форумах мы больше им проигрываем. А на этапах мы и выигрываем, и боремся с ними. Ну, вы сами понимаете, Россия, школа российская, объемы России, тот объем, который они берут, тем объемом, который они берут, у них гораздо больше. Если у них на чемпионатах за 100 людей набираются, то у нас на чемпионате Украины по женской сабле, если наберется человек 20-24, то это считается приличное-приличное количество. Поэтому, вы же сами понимаете, бороться так тяжело. Но мы, мы держимся.